Здравствуйте, друзья садоводы. Перед вами семья Железовых. С той стороны экрана Сергей Валерий Железов. Вот перед вами Железов старший и Татьяна Шанна Железова. Все Железовы. А там еще начатое. Ой, хватает. Значит так, друзья, сегодняшняя тема это укоренение. Я его называю зеленое укоренение. Производится ровно в середине лета. Запомните дату, в середине лета. Сегодня у нас 20 июля. Можно было бы начать... 19. А, 19. Значит так, смысл укоренения. Если вот этот вот отводок, это не отводок, а черенок, даст корни, значит вот отсюда пойдут побеги и эта часть будет обладать такими же свойствами, как материнское дерево, с которого отрезали. Почему нельзя раньше? Потому что еще сильно... Ну, в общем, получая сильно зеленый, если позже он становится такой задубелый и плохо дает корню. Итак, наша задача повторить материнское качество. Вот. Череноки были срезаны с маточного дерева. Так. На ночь замачиваете на одну ночь. Корнилин, допустим, написано на 5 литров 5 грамм, да? Не задумываясь. 5 литров на 5 грамм. С вечера замочили. Готово. Нужен ли он корнилин, я им никогда не пользовался, но не хочется выглядеть таким дремучим дедом. Значит, пусть будет корнилин, хуже не будет. Теперь замочили с вечера. Сейчас, середина следующего дня. Будем считать, что замочили. Теперь, как готовится черенок. Вот это мы отрезали. Так. Смотрим. Нам надо укоренить на такую глубину. Вот я показываю натурально, да? Если я вот так вот оставлю эту, то вот так придется укоренять. Маловато. Надо где-то вот так. Я беру, готовлю черенок к укоренению. Отрезаю, не отламываю, отрезаю. Вот эта почка окажется под землей. Не беда. Она тоже даст побег. Я это тоже под землей, не по барабану. Вот этот лист даст фотосинтез. То есть, благодаря ему будут развиваться корни. Поэтому, следующий уже сильно многовато. То есть, получается, как? Надо еще учитывать экономность. То, что хочется сделать побольше. Мы вам покажем грядку метр на метр. А потом будем уже садить и второй метр квадратный, и третий, и пятый. А пока вот так. Смотрите, где я отрезаю. Смотрите, как отрезаю. Вот так, низкосов. И, Татьяна Александровна, масть садовая, конякция забыли, это я старею. Верхняя часть смазывается садовым варом. Татьяна Александровна, я, оказывается, не старею. Татьяна, я, оказывается, не старею. Я все настроение нашу с собой. Дышу прощения. Не смейте смеяться за мной. Так, замазали. Теперь готовим нижнюю часть. Значит, она должна быть наискосок. Сейчас, подождите, я не тороплюсь, я сейчас... А. С автофокусом беда, чтобы... Как бы пока она строится, чтобы видно было. Угу. Давайте. Она должна быть наискосок. Смотрите. Вот. Видите? И совет распространенный. Довольно. Ну, это такой, что... Из литературы. Лищем не будет. Небольшие полосочки надрезы. Якобы лучше укореняется. Я этого не делаю. Мне хватает этого. Но, опять же, не хочу выглядеть старым этим самым замшелым специалистом 20 века. И все. Черенок готов. Сейчас мы с вами перейдем. И Татьяна Александровна будет его садить. Посадка делается под углом. Вот так. Почему? Это куст. У него все ветки боковые растут в бок. Пусть и наши растут в бок. Теперь, пожалуйста, приготовленную... Бутылку накрывать. Накрывать. И вот когда мы ее накроем, да, когда, как сказать, вот обеспечить полную тень, это значит, он не сгорит. Я пробовал. Оставляешь на солнце, сгорает, потому что бутылка под бутылкой 50-60-70 градусов. На всякий случай, вот эту вот, как она называется, этикетку мы не убираем. Почему? Со стороны солнца, когда мы садим, солнце это юг и запад. Самое яркое солнце на западе. Вот как сейчас. Поэтому, когда мы накроем ее, это мы уже будем делать там. Ну, предварительно покажу. Этикетка со стороны солнца, потому что очень трудно обеспечить стопроцентную тень. И с другой стороны стопроцентная тень, это не совсем хорошо. Почему? Ну, он просто-напросто медленно развивается. Солнышко бы надо. И тут два крайности. Но солнце сгорит, солнце нюд, плохо растет. Но наша задача в течение месяца примерно под этой бутылкой растить. А теперь, Теон Санна, пошли вот наша грядка, и мы это продолжим. Так, а корневин брать с собой? Сейчас дело в чем. Мы с Сергеем Редичем посоветовались и решили показать второй способ корневина. Допустим, заранее не замочено. Мы намочили торец и корневине вот так делали. Припудрили. И такой способ печь. Лишним не будет. Теперь мы с вами берем это, берем это. Вот. И идем садить. Вот, видите, какие они веточки. Вот. Идем садить. Так. Запись не выключаю? Или выключаю? Можно выключать. Да, давай выключим. На эту же кнопочку, да, на красную? Нет. Вот это, вообще это, вверху. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok